Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас. На вебинаре «Кодируем вместе» на русском языке. Спасибо за регистрацию. Вебинар будет записан. Если качество записи будет приемлемым, через два рабочих дня запись будет опубликована на канале YouTube Медра МССО. Чтобы задать вопрос во время сессии, пожалуйста, откройте контрольную панель. Она находится в правом верхнем углу экрана. И задайте в субпанели «Вопросы» свой вопрос к содержанию презентации. Если у вас будут какие-то технические вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. Во время вебинара вам будет предложено воспользоваться Poll Everywhere. Это приложение для голосования. Указания находятся в панели «Чат» и будут на одном из слайдов. И также будет QR-код для этого приложения. Тренинговый вход в браузер Медра будет на слайдах. Также реквизиты тренингового доступа к Медра находятся в подпанели «Чат». Сертификат об участии будет доступен для скачивания в приложении «Self Service Application» через два рабочих дня. Мы еще об этом поговорим. Давайте пойдем дальше. Хорошо. Сегодня я, ваш инструктор, Елена Бернихина. Я, это называется по-русски, врач-эксперт Медра МССО. И нам помогает Лианда Молт. Лианда Молт находится в Англии. Сертификат об участии в вебинаре. Ссылка на слайде. Он не рассылается по e-mail. И сертификат, пожалуйста, запомни, генерируется только при условии достаточной длительности вашего участия в вебинаре и при предварительной регистрации, чтобы это была ваша запись на этом вебинаре, персональная запись участия. На данном слайде положение о том, что Медра принадлежит Международной конференции по гармонизации, а МССО, Медра Service Support Organization, организация поддержки и введения Медра, находится под руководством управляющего комитета Медра. Используем информацию и указания авторского права. Данный материал, как и все остальные материалы Медра, принадлежат Международной конференции по гармонизации. Можно использовать как угодно, но только с обязательным указанием авторства Международной конференции гармонизации и Медра. При изменении материалов изменение должно быть четко указано, что это не материал Медра, а ваша интерпретация. О содержании третьих сторон. В данной презентации есть картинки, на которых не были указаны в свободном интернете авторские права, поэтому я их использовала. Давайте, коллеги, начнем и перейдем к содержанию. Едем дальше. Вебинар «Кодируем вместе» появился не очень давно, где-то в 2020 году. Сначала участники предлагали более сложные примеры, разбор более сложных примеров, узнать другое мнение. Мы собирали предложения. Сначала вебинар появился на английском языке. На данный момент есть сессии еще на китайском, испанском и русском. Пока происходит только в формате вебинара. Присылайте ваши комментарии и предложения. На русском языке я это делаю где-то один раз, два, три месяца, как получится. Конечно, с фокусом на более сложные или комплексные темы. На данных вебинарах мы никогда не даем специфических советов, а только демонстрируем подходы к кодированию, которые могут применимы к разным ситуациям или к каким-то более специфическим. Но ответы на специфические ситуации не даем. Это правильно. Как вы будете участвовать в кодировании? Если у вас есть вопросы, замечания, вы хотите, чтобы обсудили ваш вопрос вслух, пожалуйста, напишите его под панель «Вопросы». Не всегда вы можете соглашаться с моим выбором термина. Я говорю это во время каждого примера. Мы можем согласиться с несогласием и понять, что могут быть другие варианты кодирования какой-то ситуации, которая рассматривается, без обсуждения каких-то других вариантов. На специфические вопросы, даже о кодировании, заданные в письменном виде, я не отвечаю, но я их могу прокомментировать как направление. После вебинара будет опрос, где я попрошу вас ответить, поделиться вашим мнением. Повторяю, здесь только повторы подхода к кодированию, а не к кодированию специальных ситуаций. Так, теперь об инструменте пола в ревер. На экране находится QR-код. Пожалуйста, присоединитесь. Там уже активная картинка с вопросом «Откуда вы?». На каждом слайде есть также QR-код. Я пока на данном слайде задержусь, чтобы вы успешно присоединились, либо через URL, либо через QR-код. Есть картинка «Откуда вы?». Просьба ответить. Там есть мой значок. Я проверяла, что это работает. Если вам трудно по QR-коду, хотя он очень прилично работает, я попрошу вас ввести в поле URL, а не в поле поиска Елена Аберник 283. Присоединиться к Джоинсу, с чем-то надо согласиться, но нигде ничего не остается. Никаких персональных данных. Все настроены. И вот я перехожу к собственной картинке в полувреве на сайте. Так она лучше работает. Так, спасибо вам. Мы присоединились из русскоязычных стран. Есть Лианда. Есть люди, которые расположены в других странах и слушают нас на русском языке. Приветствую всех во всех уголках земного шара в нашей часовой зоне. Так, теперь вернемся в презентацию. Я попрошу вас посмотреть на картинку и ответить на вопрос, что здесь делает тигр. Сейчас я перейду в презентацию. Не в презентацию, а в полувреве. У меня бывает... Не бывает это приложение, работа приложения. Она немножко требует дополнительных действий. И просто введите... Пожалуйста, просто введите, как вы считаете, что здесь делает тигр. Как подход это относится к нашим сегодняшним упражнениям, которые в некоторых ситуациях могут быть названы разными словами, поняты по-разному. Смотря где относятся, локализация, природа процесса и так далее, и так далее, и так далее. Давайте подождем и посмотрим, какие ответы появятся. Картинка черно-белая, в чем-то очень изящная, в чем-то в стиле японских панно. Давайте посмотрим. Ага, идет, лежит, крадется, на нас нападает. Да, молодцы. Картинка такая. Тигра можно увидеть. Два тигра, можно одного. Как кому понравится. Спасибо за голосование. Спасибо за ваше мнение. Мы продолжаем. На слайде пароль для тренингового входа веб-бейст-браузер. Веб-бейст-браузер. Можно попасть через домашнюю страницу веб-сайта, через любую страницу веб-сайта Медра, любую закладку, и вот здесь будет в правом верхнем углу веб-бейст-браузер. Если вам удобнее пользоваться своим доступом, пожалуйста, пользуйтесь. Всяко бывает. Бывает, люди слушаются за домашних компьютеров или каких-то других устройств. Пожалуйста, воспользуйтесь. Лагин 849, большие буквы F, Y, 3F подряд, Y и 825. Это нам потребуется. Давайте войдем и начнем работу. Несколько общих положений, которые, может быть, немножко повторны. Бывает, что термин может быть истолкован по-разному. Далеко не всегда бывает почти полное совпадение. Не надо цепляться к конкретным корням, основам. Надо, чтобы они совпадали или были близкими синонимами в каком-то образе. В руководстве важны аспекты, которые Медра, выбор термина Медра. Есть описание разных опций. Организации, которая занимается кодируем, следует выбрать свою и закрепить ее в своих документах. Бывает несколько подходов к кодированию одной и той же информации. Следует искать оптимальное приближение для явления в лучших, как говорится, применимых вариантах. В целом, надо кодировать максимально близко к сообщенной информации, без предположений, домыслов или постановки диагнозов. При этом должен быть баланс соблюдения установленных практик кодирования, которые установлены организацией, и медицинского суждения, и здравого смысла в том числе, чтобы кодирование было единообразным. Это оптимальный результат кодирования и дальнейшего анализа информации. Не стыдно и очень полезно использовать медицинские справочные источники для понимания сообщенной информации. Знать все невозможно на более чем 80 тысяч терминов Медра. Некоторые вещи надо посмотреть, иногда повторные, иногда большей глубины и так далее. Если вы видите, что что-то не так в Медра, или не там расположение, или действительно вот какой-то дефицит, лучше добавить новый термин, для отражения сообщенной концепции, которая существует, пожалуйста, подавайте запрос на добавление нового термина на изменение Медра. Не надо изменять в своих документах. Суждение является ценной способностью. Оно делает клиницисты хирурга суперменами. Это мудрые высказывания врачей. Переходим к нашим примерам. Я их рассылала тем, кто был зарегистрирован примерно неделю назад. Надеюсь, вы сможете. Сообщено приходящее нечеткое зрение. Ну, с одной стороны, не так уж сложно. Это симптом жалобы о нечеткое зрение непостоянное. Давайте перейдем в браузер и посмотрим, как это закодировать. Так, браузер меня вытянул. Входим еще раз. Я войду на русском языке, чтобы интерфейс браузера был на русском языке. Вот это вот русский язык, это та же самая кнопочка, которая была на входе. Он определяет то, что с нами браузер сам будет общаться на русском языке. Дальше у меня стоят двуязычные настройки. Я люблю, мы увидим на одном из примеров, как это может помочь. Английский, русский, английский. Просто это определяет порядок отображения в английском алфавите. Так, возвращаемся. Приходящее нечеткое зрение. Давайте мы... Приходящее нечеткое зрение. Возьмем, поставим русский язык. Да, надо убрать надстрочные знаки для русского языка и убрать, показывать недействительные low-level term, LLT. Они не нужны для кодирования, только для исторической информации. Так, приходящее и зрение. Попробуем. Ключевые слова только. Приходящее и зрение. И начнем по поиску. Все-таки зрение – это одна система. Рассматриваем. Ухудшение остроты зрения временной. Мы открываем на плюсики, нажимая, чтобы просмотреть в том числе предпочтительный термин. Есть приходящая слепота, обратимые ухудшения остроты зрения. Ну, не так уж плохо. Слепота нам не нужна. Расстройство зрения транзиторное. Вот расстройство зрения. Расстройство зрения транзиторное. Давайте посмотрим, что находится в расстройствах зрения. Есть ли там более подходящий для нас термин. Нажимаем правой кнопкой мыши на… Еще раз покажу. На термин, который мы хотим посмотреть, команда «Перейти в браузер». Термин закреплен только за системно-органным классом нарушения со стороны органа зрения. И вот он открылся в левой панели. Это называется панель иерархия. Иерархия. И расстройство зрения. Аномальное, афос, бинокулярная, дизапия, слабая, частично односторонняя слепота, потеря зрения, субъективное нарушение, одностороннее нарушение. Так, потемнение поля зрения. Потемнение. Еще зрительное что-то, ничего не надо. Не всем подходит. Но есть слово «помутнение». Давайте попробуем «мутное» и «зрение». Посмотрим, что будет в «помутнении». Потому что нечеткое зрение, помутнение – это близкие синонимы. Вот «помутнение поля зрения», «помутнение в поле зрения». «Помутнение в поле зрения». Посмотрим. Подсвечиваем. Правая кнопка мыши, команда «Перейти в браузер». Здесь термин закреплен за двумя системно-органными классами. Нарушение со стороны органа зрения и со стороны нервной системы. Синяя рамочка – это первичный системно-органный класс. Смотрим в первичной системно-органном классе. Вот мы командой, нажав на положение термина в нужной нам системно-органном классе, мы вывели в просмотр в иерархии этот термин. «Помутнение поля зрения», «Затуманенность поля зрения», «Дымка», «Интермитирующая размытость поля зрения». «Интермитирующий» и «Приходящий» – это полные синонимы. Где-то написано так, где-то написано так. Наверное, мы двумя кругами поиска нашли достаточно близкий термин. Ну, давайте теперь посмотрим, что бы мы выберем. «Помутнение в поле зрения». «Интермитирующая размытость поля зрения», «Помутнение поля зрения», «Затуманенность поля зрения», «Помутрение зрения», «Размытость поля зрения». Пока мы ходили по браузеру, мы встретили несколько терминов. Я попрошу вас ответить. Ваш выбор. Свой я озвучила, но мы в достаточно быстром темпе посмотрели все возможные совпадения по зрению, по помутнению или размытости и по приходящим состояниям. Слепота не годится, какие-то другие не такие выраженные нарушения зрения. Давайте теперь посмотрим, что думает наша помутнение зрения. Ну, наверное, да. Ну, я напомню, что помутнение в поле зрения – это будет предпочтительный термин для интермитирующей размытости поля зрения. Так что, в общем-то, наверное, мы одинаковы. Возвращаемся в презентацию. Мой выбор был интермитирующая размытость поля зрения в помутнение поля зрения – предпочтительный термин. Мы, никто не ошибся, кто выбрал один из этих вариантов. Спасибо за голосование. Здесь пример иллюстрирует, что когда приходится иногда выбирать синонимы как по прилагательному, так и по существительному. Неизменное было только существительное зрение, а помутнение, нечеткость, приходящие, интермитирующие – это синонимичные выражения, из которых стоит выбрать. Это не проблема. Выбираем это все равно синонимы. Все правильно. Следующее. Аномия с положительным анализом на скрытую кровь в калии. Ну, наверное, достаточно понятная информация, но с учетом того, что может быть не очень часто или не работаешь, ты не можешь быть специалистом везде, стоит почитать. Что такое анемия, вечно, относительно часто и понятно, а анализ на скрытую кровь в калии, для чего он нужен, где его область применения и так далее. После прочтения нескольких научных статей, анализ на скрытую кровь в калии используется для выявления колоректального рака и, как правило, является скрининговым методом и есть данные о его чувствительности и специфичности, достаточно неплохие для скринингового метода. Мы сейчас не пойдем в браузер. Я это сделала с просмотром соседей и родственников. Давайте почитаем список рассматриваемых терминов. Анемия, просто анемия. Кровь в калии. Это термин нижнего уровня, в предпочтительном термине гематохезия. Это тоже кровь в калии. Дальше. Положительный результат анализа на скрытую кровь. Есть анализ на скрытую кровь в калии, в том числе с предпочтительным термином, анализ на скрытую кровь в калии. Есть постгеморрагическая аномия, потому что он при раке кишечника показывает, в общем-то, при постгеморрагической, аномия имеет геморрагическое происхождение. Рак толстой кишки и новообразование толстой кишки. Давайте пойдем проголосуем. Я включу голосовалку. Сейчас она начнет работать. И попрошу вас повысказываться. Так, мы поставим инструкцию, пока будем держать интригующие вещи. У нас была аномия с положительным анализом на скрытую кровь в кале. Проводится в основном как скрининговый метод для выявления рака кишечника, ну, естественно, который вызывает кровопотерю. И постгеморрагическую аномию. Мы почитали. Давайте посмотрим, что думает аудитория. Аномия. Да. Кровь в кале. Гематохезия. Положительный результат анализа на скрытую кровь. Анализ на скрытую кровь в кале. Так, все имеет место быть. Я согласна, что три последних – это уже наши домыслы, которые от большого ума, от того, что мы прочитали. Руководство. Но давайте посмотрим мой выбор. И потом и обсудим, что хорошо, что нет. Аномия. А у нас сообщено именно об аномии. Дальше. Положительный анализ на скрытую кровь в кале. И прям точно такой же термин. Ну, просто дословно. Есть. Положительный результат анализа на скрытую кровь. Почему я считаю это более корректный? Ну, аномия, она доложена, что только как аномия. Нет сообщения, что она постгеморрагическая. При анализе другие вещи. При кодировании мы близко к сообщенной информации. То есть термин аномия, он оптимален. Положительный анализ с положительным анализом на скрытую кровь в кале. Термин положительный анализ на скрытую кровь находится в системно-органном классе лабораторные инструментальные данные. В котором, кроме названия анализов, есть качественные результаты анализов. Положительный, отрицательный, повышение уровня, снижение уровня, отклонение от уровня. Все-таки здесь было дословно сообщено положительный анализ на скрытую кровь в кале. Поэтому кодирование термином из лабораторных инструментальных данных – это правильно. Почему скрытая кровь в калии? Она, в общем-то, клинически полный синоним положительного результата анализа на скрытую кровь, но так не сообщается. Есть разделы в документе важные аспекты, когда есть и результаты анализов, и диагноз. У нас здесь диагноза нет, положительная кровь, скрытая кровь в калии. У нас есть только положительный результат анализа на скрытую кровь, поэтому кодируем максимально близко информации. При анализе это все равно вылезет по всем терминам в нужном месте. Спасибо большое. Давайте я посмотрю. У вас есть, если есть комментарии, пожалуйста, присылайте их в вопросах. Я буду их просматривать. После каждого примера. Сейчас пока вопросов нет. Надеюсь, у всех все работает. Тогда все. Пока еще легко. Давайте пойдем дальше. Идем дальше. Ожирение по типу кушинга. Это физикальный признак или симптом. Физикальный, это при физическом осмотре пациента. Это такая терминология медицинская. Мы не ставим диагноза, ни ожирения, ни синдрома кушинга. Если есть ожирение по типу кушинга, это всякое бывает. Его причина может и не быть, может быть, может не быть связана с болезнью или синдромом кушинга. Но посмотреть, что такое синдром кушинга, наверное, стоит. Это достаточно картинка, которая вылезает в свободном поиске. По типу кушинга это ожирение верхней половины тела, округлое, полное красное лицо, полная шея, плечи, грудь и живот. Тогда как бедра уплощены у женщин по мужскому типу. Конечности остаются худыми. Ну, здесь еще больше признаков, но у нас вопрос ожирения, то есть в состоянии кожи еще чего-то рассматривать не будем. Акно. Давайте перейдем в браузер. Есть слово кушинг. Давайте просто введем слово кушинг. Если есть так называемый ипоним, это то есть по фамилии известного автора синдрома симптома, то зачастую бывает неплохо с количеством найденных результатов. У нас 12. 12 результатов это подлежит просмотру. Это разумно. Так, начнем. Алкогольный синдром не интересует. Кушингоидная внешность. Давайте откроем. Кушингоид. Кушингоидное лицо тоже кушингоид. Просто кушингоид. Это будет там же. Болезни цинкокушинга. У нас про болезни цинкокушинга ничего не было. Синдром Кушенка и Ценка Кушенка, вызванный стероидами, тоже нет. Язву Кушенка пропускаем, гипофизарный синдром пропускаем, псевдосиндром и синдром Кушенка пропускаем. Так, остался у нас Кушенгоид. Давайте посмотрим Кушенгоидную внешность, предпочтительный термин 1. Наверное, стоит его просмотреть в больших подробностях. Переходим в браузер. Правая кнопка мыши. Кушенгоид связан с четырьмя системно-органными классами. Мы выберем подсвеченный синей рамочкой, это первичный. Содержание предпочтительного термина во всех системно-органных классах будет одно и то же. Вот нас вывел браузер на место в иерархии. Кушенгоидная внешность, Кушенгоид, Кушенгоидное лицо, лунообразное лицо. Так, ну, наверное, после просмотра нам надо выбрать либо Кушенгоид, либо Кушенгоидная внешность. Кстати, Кушенгоид, несмотря на такую внешнюю жаргонную, жаргонные признаки, жаргона, это вполне научный термин, взаимозаменяемо употребляется. Вот вполне корректно в этом контексте. Кушенгоидная внешность, то есть пациент выглядит, словно у него есть причины для синдрома Кушенга, синдрома или болезни Кушенга. Так что выбираем из Кушенгоидной внешности или Кушенгоида. Давайте проголосуем. Сейчас я включу голосовалку. Так, стоп, стоп. Я у нас голосовалка. Нет, голосовалки нет, извините. Ой-ой-ой. Так, мы сейчас пока включать ничего не будем. Тогда... Это что? Что-то я слайд не сделала. Ну, тогда перейдем к моему выбору. Кушенгоидная внешность, Кушенгоид. Надеюсь, вы согласны. Здесь не надо цепляться к конкретным терминам. Максимально близкий кушенгоидная внешность. Давайте я посмотрю вопросы. И после этого мы перейдем уже к более сложным вариантам. Примерам, которые достались на наши занятия. Вопросов нет. Так, коллеги, тогда начинается интрига. Так получилось, что я сейчас собираюсь своего опыта. И когда совпадают какие-то врачебные вещи, фармаконадзорные, с передозировками, все получается интересно. Здесь еще была интрига и интерес. Сбор анамнеза был через мессенджеры. Прямого контакта у меня с пациентом не было, но он через какого-то знакомого попросил убедить его, зачем ему надо какое-то тяжелое лечение. Хотели назначить типа препаратов первого С-класса. Но в результате я убедила, что нужен здоровый образ жизни и продолжать жить с велосипедом. Мужчина 26 лет. У него было по причине сердцебиения назначено холтеровское мониторирование. Ну, была заложенность носа, и он для того, чтобы чувствовать себя лучше, с утра применил капли в нос раза три утром. Чтобы достичь эффекта, с холтеровским монитором инструкцию про капли не читал, конечно же, и поехал на работу на велосипеде, как обычно. В заключении, холтеровское мониторирование получилось очень неплохое по качеству. Грудная клетка при еде на велосипеде не сильно двигается. Неплохо было. Синусовая тахикардия. Эпизоды эктопической предсердной тахикардии с ЧСС до 136 в минуту. «Эмиграция водителя ритма по предсердиям». В инструкции капель нос, которую я открыла после этого, было по одной капле в каждую ноздрю два раза в сутки. Человек сделал все в течение нескольких 10 минут, 20, я не знаю, насколько, но перед выездом на велосипеде на улицу. Давайте прочитаем и сделаем разметку. Что здесь можно кодировать и почему, и так далее. Мужчина 26 лет. Холтеровское мониторирование. Заложенность носа. Наверное, был насморк. Он применял капли в нос три раза утром и так далее. Собственно, холтеровское мониторирование – это процедура. Синусовая тахикардия. Эпизоды эктопической предсердной тахикардии. Есть пульс. Миграция водителя ритма по предсердиям. Точный диагноз. Ну и сведения из инструкции про капли в нос. Давайте посмотрим. Водитель ритма по предсердиям – это, в общем-то, норма для молодых людей. Но все остальное сложно. Давайте проголосуем. Что? Смотрим на список. Первое. Решаем, что в области применения медра, что не в области применения медра. Как вы помните, что-то можно кодировать с медра, что-то нельзя. Это проходится на стандартах вебинарах. Слайд с синим кругом. Когда медицинские состояния, лабораторные инструментальные данные, показания можно кодировать. Я сейчас выключу для интриги, чтоб не было. Каждый выбирал сам. А что-то лежит вне области применения медра. Например, лекарственное средство, медицинское изделие, термины клинических исследований, демография, еще чего-то. Это лежит вне синего круга на слайдах. Подождем. Это не собственные медицинские знания, это просто, что мы можем закодировать в полях YouTube, формы YouTube, то есть формы нежелательной выявления международной, с терминами медра. А что мы не сможем кодировать. При всем том, что это не всегда нежелательная реакция, есть название полей для лабораторных инструментальных данных и так далее, и так далее, и так далее. Потренируемся. Сейчас еще чуть подождем. А потом посмотрим. И сопоставим наши данные с тем, что... Я сейчас чуть-чуть поменьше сделаю, чтобы было видно. Ага. Вот. Чтобы все поместились на экране голосовалки. И давайте посмотрим ответы. Ага. Пойдем сверху вниз. Потом это же будет на слайдах. Мужчина 26 лет. Смидрайт не кодируется, демография, возраст не кодируется. Даже название полей не кодируется. Холтерское мониторирование, да, это название исследования. Заложенность носа – это показания в данном случае. Симптом, показания, и так, и так может быть. Для нашего случая это показания для лекарственного средства. Медленный эффект лекарственного препарата. Ну, я согласна, что он здесь был. Нет, я не согласна, что он здесь был. Стоп. Эффект был нормальный, закономерный, описанный. То, что он не соответствовал ожиданиям пациента, который должен был ехать на велосипеде, на работу и быстро себя хотел, знаете, как это, покрепче, побыстрее подстегнуть организм, чтобы было все хорошо. Об этом не сообщалось. Эффект был нормальный и разумный, он просто не ждал. И о нем не сообщалось. Передозировка случилась. Передозировка случилась, потому что в инструкции одна информация, а с утра он себя влил, ну, и дозу превышающую однократную, и превышающую суточную. То есть вопрос передозировки здесь вытекает из двух моментов, из инструкции и из рассказа. Тенциевая тахикардия была, эктопическая претерменная тахикардия была, сообщено. Частота сердечных сокращений. Да, это кодируется не в полях нежелательных реакций или там нератива, это кодируется название физикальных данных, находки и так далее. Есть такой термин в системно-органном классе лабораторно-инструментальные данные. 136 минут не кодируется. Числовые результаты исследований не кодируются с помощью медра. Миграция водителя ритма по предсердиям, да, кодируется, несмотря на то, что это норма, но это было указано как ритм пациента. Так, давайте перейдем в презентацию. Это не последнее голосование и не последний челлендж. Я здесь зачеркнула все, что не кодируется с медра, и мы это уже обсудили на предшествующем экране. Теперь у нас есть две части. То, что было до находок холтеровского мониторирования, пациент готовился, была занозность носа, был насморк, случилась передозировка, но и пациент, в общем-то, капли-то были адреномеметики, они у нас каплем носа с адреномеметиками, мог испытывать повышение толерантности к физической нагрузке. Давайте проголосуем, что вам здесь больше нравится. Термины, кстати, при кодировании очень простые. Это еще до описания результатов холтеровского мониторирования. Что мы, как мы здесь кодируем? Что выбираем? Стоп, стоп, стоп. Сейчас мы... Все, все, все будет работать. Надеюсь, протянулось. Сейчас... Давайте еще подождем, чтобы протянулось чуть побольше. Это будет где-то минутка. Мы еще кодируем без находок холтеровского мониторирования. Давайте посмотрим, как ожидают. Холтеровское мониторирование. Да, это было. Заложенность носа была, как показания. Насморк. Хороший вариант. Я думаю, что в части случаев можно, конечно, насморк рассматривать вместо заложенности носа, если это сообщено. Но нам не сообщалось. Второй момент. Показания, как для капель, если мы будем кодировать показания, у нас насморк нежелательная реакция, она была до использования капель в нос. Это показания. В показаниях все-таки будет заложенность носа для капель в нос. Так что насморк я бы убрала. Передозировка, да, мы ее вычислили. Это наш диагноз, но мы его обосновали. Повышения толерантности к физической нагрузке не было. Человек вообще хорошо выглядит с точки зрения физической нагрузки. Так, переходим к следующему голосованию. Теперь мы кодируем нежелательные реакции, которые нам достались. Сейчас заработает голосовалка. И мы пока поставим инструкции. Ставим инструкции, чтобы никто ничего не видел. Так, заключение холтеровского мониторирования. Мы ее уже видели. Она была, ну, не совсем нормальная. Там были описания нормального ритма и не совсем нормальных, как минимум. Можно закодировать как отклонение от нормы результата холтеровского мониторирования, как аритмию, синусовую тахикардию, повышение максимальной частоты сердечных сокращений, выше нормы, претердная тахикардия, эктопическая претердная тахикардия. Я напомню, как звучал результат холтеровского мониторирования. Пока вы выбираете то, что можно. Заключение холтеровского мониторирования. Синусовая тахикардия. Эпизод эктопической претердной тахикардии с ЧСС 136 в минуту. Миграция в отеле ритма по претердиям. У нас лежит заключение. Давайте закодируем результат хорошо дышащего носа. Все-таки человек этого добился. Выкрутил велосипед и сделал холтеровского мониторирования. Давайте посмотрим, что мы думаем. Я не буду отключать голосование, если кто-то что-то захочет изменить или улучшить. Так. Отклонение от нормы. Давайте начнем с того, что было четко указано. Миграция в отеле ритма по претердиям. Да, было. Это, в общем-то, вариант нормы, но у нас это написано как диагноз. Сейчас мы это кодируем. Эктопическая претердная тахикардия. Да, вот, пожалуйста. Кстати, эктопическая претердная тахикардия является стандартным нарушением ритма. Частым, ну, как стандартным, относительно частым, специфическим для бета- и альфа-стимуляторов. Это претердная экстрасистила и претердная тахикардия по этому механизму, эктопическому, не реэнтри. Частота терречных сокращений выше нормы. Не сообщалось, но, в общем-то, она была, да, выше нормы. Мы можем это сделать. Синусная тахикардия, да, это был диагноз. Аритмия, отклонение от нормы, результаты холтерского мониторирования. Так, а теперь валидируем строго то, что сообщалось. Миграция в альфа-стимуляторе ритма по предсердиям, эктопическая претердная тахикардия и синусовая тахикардия. Это было четко указано. Дальше. Частота терречных сокращений выше нормы. Наверное, можно, но это, мало что, во-первых, это не сообщалось, во-вторых, это сообщалось для эктопической претердной тахикардии. Написать можно, но это может быть дупликатом. Не обязательно. Частота сердечных сокращений выше нормы, поскольку текст был эктопическая претердная тахикардия с максимальной частотой сердечных сокращений 136 в 1 минуту. Хотя это действительно относится к ЧСС, она выше нормы, но это не было написано. Использование термина аритмия или отклонение от нормы результатов холтеровского мониторирования. Это общие термины. Конечно же, когда есть более специфические термины в том же сообщении. И вот на эту тему есть положение, документы, важные аспекты, выбор термина медра. Если мы имеем какую-то специфическую аритмию, типа мерцательная аритмия, здесь у нас эктопическая претердная тахикардия, вот это явно патологическая аритмия. Не надо писать общий термин аритмия. Даже если сообщилось у пациента аритмия, мерцательная аритмия, мы кодируем наиболее специфическим термином. Поэтому здесь все правильно, плюс-минус. Но отклонение от нормы результатов холтеровского мониторирования – это тоже общий термин, как и аритмия. Так что давайте вернемся в презентацию и посмотрим, наверное, мой выбор. Это то же самое, что мы уже разобрали. Но это раскрашенный слайд. Холтеровское мониторирование – это процедура, которая была назначена заранее. И по результатам которой мы имеем всю эту красоту. Заложенность носа, передозировка, мы ее вычислили, и то, что сообщалось в заключении холтеровского мониторирования. Синусовая тахикардия, эктопическая претердная тахикардия, миграция водителя ритма по претердиям. Я согласна, что здесь можно добавить повышение максимальной частоты сердечных сокращений, но, опять же, это не обязательно. Можно добавить, это не мешает. Какие положения мидра должны соблюдаться? Это пункты документа «Важные аспекты». Выбирайте термины для всей сообщенной информации, не добавляйте информацию. И есть раздел передозировки, в котором есть подраздел «Сообщение о передозировке с клиническими последствиями». Мы закодировали и передозировку, и клинические последствия передозировки. Сразу скажу, что я человека отговорила лечиться тяжелыми препаратами, спела песню о том, что надо читать инструкцию, не передозировать капли в нос, и вообще избегать энергетиков, еще чего-то, еще чего-то. Ну, то есть песня была о здоровом образе жизни. Вроде как так и обошлось. Так, коллеги, я сейчас посмотрю, есть ли вопросы. Ситуация всегда интересная. Давайте посмотрим. Может быть, у вас что-то подобное было, я даже не имею в виду по аритмиям, по каплям в нос. Так, мы открываем вопросы. Ага, вот они. Ага, так, есть один вопрос, разрешите, я его прочитаю. Можно ли ввести два термина – ожирение и кушенгоид? Так, спасибо за вопрос, хороший. Наверное, я уже более поздним примером описала ситуацию, как это описано в документе «Важные аспекты». Если у нас есть более специфичный термин, мы не кодируем и более специфичный, и менее специфичный, как аритмия и мерцательная аритмия. Мы кодируем только мерцательная аритмия. Если в кушенгоид, мы это разбирали не просто так на экране, что такое кушенгоид, стоит посмотреть, обязательно входит ожирение, то не надо кодировать и ожирение, и кушенгоид. Дарья, спасибо за вопрос. Вот это вот всегда хочется по-буквенно закодировать в медра. Не всегда это правильно. Кушенгоид включает в себя ожирение по специфическому типу туловища с худыми конечностями. Отдельно ожирение кодировать не надо. Спасибо за вопрос. Так, идем дальше. Немножко передохнули. И следующее. Надо закодировать процедуру. Она аномнистическая. Двухсторонняя орхиэпидидемоктомия. Это процедура на органах мошонки. Вроде просто, но давайте лучше составим себе представление о такой операции. Все-таки далеко не все специалисты во всех местах сразу. Это не научное руководство. Это свободный интернет с каких-то урологических веб-сайтов, частных клиник и так далее. Но в любом случае это помогает сориентироваться информацией. Орхиэпидемия. Полностью яичко убирается. То есть все содержимое мошонки, в общем-то, убирается. Может быть двухсторонней называется полная кастрация. Или односторонняя частичная кастрация. Операция показана при инфекционном процессе в мошонке онкозаболеванием. Разможение отрыва яичка. При этом при онкозаболевании это самая частая ситуация, когда делается орхиэпидемия. И при онкозаболевании, для тех состояний, когда желательно полная кастрация, либо для полного излечения, либо для контроля онкозаболевания, это самое частое показание для удаления всех яичек. И двусторонняя орхиэктомия также проводится как первый этап при смене пола и так далее. Это просто на заметку. Орхиэпидемоктомия. Нашелся такой термин, который есть с очень коротким описанием, что это операция на яичках, при которой частично или полностью удаляется яичко его придаток. С большой вероятностью это то же самое, что и орхиэктомия. Удаление придатка яичка, эпидемоктомия, сведений, как часто это встречается и при каких состояниях, в общем-то, нет. Это просто есть упоминание, как может использоваться термин. Так, давайте сходим в браузер и посмотрим, что нам поможет по данным состояниям. Мы вводим орхиэктомия. Орхиэктомия. И это процедура. Если мы кодируем процедуры, убедительно рекомендую выбирать один системно-органный класс. Очень ускоряет и делает правильно фокусным любой поиск. Мы кодируем процедуры. И если, поскольку мы выбрали один системно-органный класс, вот эту желтую подсветку надо помнить и убирать, если мы переходим к другому поиску. Так, у нас двусторонняя архиэктомия. Немножко другая. Архиэктомия. Просто архиэктомия. Просто кархиэктомия. Орхиэктомия. Это, возможно, просто вариант написания. Архиэктомия. Да, это то же самое. И лучевая архиэктомия. У нас лучевой нет. Архиэктомия. То же самое есть. Давайте... Двусторонняя архиэктомия. Давайте посмотрим и то, и то. Двусторонняя архитектомия у нас есть двусторонней. Подсвечиваем правой клубкой мыши, переходим в браузер. Мы смотрим в хирургических и медицинских процедурах. Нас выводят двусторонняя архитектомия. И что, в общем-то, хирургическая кастрация мужчин. Мы это уже выбрали. Давайте архитектомия. Вот она здесь пониже. Даже не будем в поиск возвращаться. Архитектомия. Нет, архитектомия. Это архитектомия. Вот она рядышком. Архитектомия просто. Орхи и эпидидимектомии нет. Так, похоже, что двусторонняя. Но давайте посмотрим орх и эпидидим. Ведем. Вдруг есть эпидидимектомия. Нет, ничего нет. Но эпидидимектомия это уже будет частный случай. Более мелкая операция, чем орхиэктомия. Орхиэктомия. Есть эпидидимектомия. Есть эпидидимектомия. Она где-то там же. Давайте посмотрим. Ну, кодировать как эпидидимектомия я не за. Потому что... Операция на придатках яичка. Вот, есть отдельные. Эпидидимектомия на придатках яичка. Удаление кисты. Операция на придатках яичка. Нет, это не годится. Это более мелкая операция. Возвращаемся в презентацию. Здесь волей-неволей приходится выбирать более общий термин. Эпидидимектомия. Но, поскольку мы посмотрели, что орхиэктомия, орхиэктомия, они относятся к более... Они включают в себя удаление и придатка яичка, и собственное яичко. Давайте еще посмотрим. Двухсторонние. И операция. Вернемся в браузер. Что я хочу здесь сказать. В медра не очень много двух и односторонних терминов вообще. А в отношении операций, давайте мы посмотрим. Что мы посмотрим? Как много операций с одной или двухсторонними вариантами. Остаемся в хирургических и медицинских процедурах. И вводим... Ну, давайте правосторонние. Правосторонние. И поищем. Ой, я ошиблась в букве. Ничего страшного. Повторяем. В результате у нас выпало пять правосторонних операций. Это афоректомия, удаление яичника. Катаракта. Гемикулактомия. Другое написание яичника. Сальпинга. Ауфория. Очень немного. Болевосторонние будут те же самые, только с левой стороны. А теперь двусторонние посмотрим. Смотреть это надо. Когда есть либо сторона, и это значимо, и так далее. Вот. Аднексектомия, катаракта, электросудорожная терапия, тоже яичника, яичек, как мы уже видели, там, мастектомия и прочее. Это абдоминальная гистерэктомия, спланхиэктомия. Это очень большая операция, редко бывает. Просто надо знать, какие бывают варианты с одно-двусторонними операцией. Клиническим симптомам очень по-разному находится. Не экстраполировать операции. Давайте вернемся. Я подчищу браузер для следующих упражнений. Уберу систему. И давайте мы вернемся в презентацию. Я сейчас посмотрю вопросы или комментарии. Так, новых нету. Давайте мы вернемся. Ну и начинаются любимые ошибки, не ошибки, что-то пошло не так. Ситуации, в категоризации которых могут быть трудности. Во время введения цитотоксического лекарственного препарата в периферическую вену, это было предплечье, часть препарата попала под кожу. И вместе инъекцией образовалась гематома, плотный отек, которые прошли после применения местных компрессов через 3-5 дней. Ну, это, в общем-то, относительно понятно. Местная реакция. Давайте посмотрим немножко, лучше почитаем. Что же такое может быть? Я поискала картинки по теме экстравазация. Но экстравазация может быть более широкой, но это попадание вены под кожу, это выход из сосуда. Это был цитотоксический препарат, вещь неприятная. Нашла две картинки, на которых не распространяются авторские права. И, наверное, вот мне по описанию показалось, что левая картинка вполне подходит под наш случай. Они были с какими-то другими подписями, не совсем точными. По экстравазации вот это вот что-то другое. При экстравазации токсических веществ это бывает. Ну, вот плотный отек в какой-то стадии гематома. Хорошая, плохая. И прошли через послеместных капрессах. Давайте попробуем перейти к кодированию. Для того, чтобы это кодировать, я вам задам один вопрос. Это через голосовалку. Опять же, через голосовалку. Стоп, я промахнулась. Как вы считаете, вот это экстравазация или попадание под кожу? Так, сейчас мы... Это что? Ошибка применения или рутинное осложнение процедуры. В данном случае это надо думать, что это такое, чтобы нам было легче искать. Где это... В каком системно-органном классе есть этот термин для того, чтобы закодировать попадание цитотоксического... Какого-то вещества, в данном случае цитотоксического под кожу. Это что? Экстравазация, которая есть как отдельный термин. Или ошибка применения. Ошибку применения пришлось поискать, но нашлось. Введение лекарственного препарата в околовенозное пространство. Экстравазации находятся. В системно-органном классе общее нарушение и реакция вместе введение. В общем-то, подходит. А введение лекарственного препарата в околовенозное пространство находится в системно-органном классе травмы, интоксикации и осложнения процедур. Что вы выберете? Какое направление? Рассматриваем такое сообщение. Можно использовать медра для того, чтобы посмотреть, как выглядят термины. Но, наверное, начнем с того, как мы это чувствуем из сообщения. Индустрия такое не всегда достается, но в случае цитотоксического средства досталось под кожу ребенку, к сожалению. Но все было хорошо. Давайте посмотрим, как думает Полянка. Я даже сделала небольшой литературный поиск. Да, экстравазация. Не совсем ровно, но это экстравазация. Это осложнение процедуры. Потому что, в общем-то, какие-то лекарства начали вводить, только часть препарата попала в вену. И цитотоксическое средство вводилось в течение какого-то промежутка времени. Не очень короткого, наверное. И на каком-то только этапе произошла экстравазация. Это не была ошибка применения, когда не проверили, что иголка в вене и так далее. Во всяком случае, такого нет. И текстовка предполагает, что, в общем-то, инъекция была успешной. Только на каком-то этапе что-то пошло не так. Так. Теперь возвращаемся в презентацию. И надо поработать. Мы идем в браузер. Как мы кодируем экстравазацию? Просто ведем экстравазацию. Никаких систем... Уменьшать не будем. Так. Без перерывов. Экстравазация. Так. У нас есть 13 терминов нижнего уровня. Количество терминов, которые вот нижнего уровня... А мы кодируем на нижнем уровне. Есть и здесь. Иногда приходится просматривать предпочтительных термин, коих девять. Но пока мы начинаем. Так. В области метода лечения экстравазации токсического средства. О! Нам это может помочь. Но это уже лечение экстравазации. Нам пока еще надо совсем ее закодировать. Контрастного средства. Просто БДУ. Мочи. Около толстой кишки. Это просто экстравазация. Установки экстравазация в месте инфузии. Так. Давайте-ка посмотрим. Вот ее. Я буду смотреть. Термин предпочтительный точно такой же. Давайте посмотрим сначала в деталях. Так. Не надо мне пока. Здесь пока на английском, но закрепление первичное. Общие нарушения и реакции в месте введения. Вторичное закрепление. Травмы интоксикации и осложнения процедур. И также термин входит в SMQ. Явление экстравазации. Инфекции, инфузии и имплантов. То есть первичное закрепление в общих нарушениях и реакциях в месте введения. Вторичные травмы, пожалуйста. И вот вам SMQ, собственно, явление экстравазации. Давайте перейдем в браузер и посмотрим, есть ли там какие-то большие подробности. Потому что у нас сообщается о каких-то там отеках, еще чего-то. Это то же самое закрепление за первичным, за вторичным системно-органным классом. Смотрим в первичном закреплении. Как правило, в данном случае надо. Просто вместе инфузии. Контрастного вещества, вместе инфузии, инфильтрация, вместе инфузии. Так, инфильтрация – это уплотнение. Просто запомним. Ну, наверное, у нас все-таки экстравазация попала под кожу, это будет экстравазация. Возьмем экстравазацию. Дальше. Плотный отек в месте инфузии и гематома. Давайте отек-инфузия. Отек-инфузия. Отек в месте инфузии. Отек в месте инфузии. Отдельно. Плотного отека нет. Посмотрим еще раз, но... Опять же, в первичной системно-органном классе. Так, 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 так. Где у нас отек в месте инфузии? Куда он делся? Вот он. Просто отек, отек, отек в месте инфузии. То ли через йод, то ли через йем. А плотный отек? Посмотрим плотный отек. Забегая вперед, скажу, что у нас есть инфильтрация в месте инфузии, она тоже может быть плотная. Так, плотный отек. Нонпитин и дема. Да, хорошо. Ну, отек, плотный отек, это называют отек, который не оставляет ямки. Это две ситуации, лимфостаз и мексидема, которые есть. Это находится в общих, в нарушениях реакции в месте введения, но оно не относится к локальным реакциям. Так, хорошо. Гематом в месте инфузии. Это прямое совпадение. Рассматривать сейчас при кодировании не будем. Давайте посмотрим инфильтрат, инфузия. Инфильтрат вместе инфузии, это тоже уплотнение или индурация. Инфильтрат вместе инфузии. Открываем, пока здесь не будем бегать по иерархии. Экстравазация вместе инфузии. Это то, что мы выбрали по слову экстравазация. То есть, наверное, дополнительно делать не надо. Так, закодировали все. По пути удостоверились, что все вместные реакции, она отходится в общих нарушениях и реакциях в месте введения. Так, теперь пациенты лечили местными методами. Местные методы. Был компресс. Мы сейчас должны... Мы нашли в начале голосования, что методы лечения экстравазации токсических препаратов. Это мы помним. В любом случае, в корзинку взяли. Но у нас был компресс. Это более специфическое. Может быть, нам понравится. Так, у нас результатов 96. Это очень много. Сейчас будет немножко дополнительное практическое упражнение. Если вам надо что-то найти по слову, и выпадает очень много других слов с тем же корнем. Местный компресс ничего не дает. Компресс он всегда, в общем-то, местный. Есть компрессия, декомпрессия и так далее. Давайте я покажу вам один лайфхак. Здесь может помочь расширенный поиск. Нажимаем расширенный поиск. Продвинутый, можно сказать, здесь он расширенный. И вводим слово компресс. А здесь оперант end. А здесь ставим не содержит, а не содержит. Декомпресс или компрессия, что угодно. Там два варианта. Я веду декомпресс. И посмотрим. У нас получилось гораздо меньше. 61 термин. Полного совпадения нет. Только компрессия дыхательных путей и декомпрессия. А давайте мы поставим методы лечения. Хирургические и медицинские процедуры. И еще раз делаем поиск. С теми же вещами. И у нас 11 терминов нижнего уровня. Это уже можно просмотреть. Меньше 20, вообще все хорошо. Применение холодного компресса. Ура. Холодотерапия. Это уже немножко похуже, но лучше. Компрессионная повязка, трикотаж, склеротерапия, чулки. О, применение горячего компресса. Ну, сколько я знаю, местные реакции после инфузионной терапии. Это холодотерапия. Холодный компресс. Можно выбрать холодный компресс. Системный органный класс у нас есть. Давайте посмотрим, что еще в холодотерапии есть. Может быть, конечно, тепловая терапия была, но вряд ли. Компрессионные швы, компрессионная терапия сосудов ничего больше не относятся. Смотрим холодотерапию. Холодного компресса, холодотерапия, локальная холодотерапия. Ну, это, в общем-то, возможно, что-то типа компресса или другая местная холодотерапия. Ну, наверное, вполне подходит применение холодного компресса. Пока запомним и возьмем. Здесь я вам еще показала по пути, как можно ограничить выбор термина, когда что-то много. И достаточно однообразные вводы, которые не нужны, которые более широкие. Вот здесь была компресса и декомпрессия. Плюс мы использовали две тактики. Первая – продвинутый поиск, содержит-не содержит, и в одном системно-органном классе. Вернемся к базовому поиску, очистим выбор. Холодный компресс мы посмотрели. Так, возвращаемся. Наверное, то, что было про местным реакциям, мы проговорили, и там не будет относительных сложностей. Про методы лечения. Нашлись методы лечения экстравазации токсического средства, применение холодного компресса, холодотерапия, горячего компресса, тепловая терапия. Давайте проголосуем. Что вам больше нравится, как методы лечения? Как лечили? Я сейчас… Так, едем. 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 Сейчас оно… Я очень надеюсь, что оно… Сейчас поедет. О, поехала. Просьба выбрать. Что вы выбираете? Я скрою. Я скрою, чтобы было интереснее. Что бы вы выбрали для этого случая? Спасибо. Будем выбирать оптимальное приближение. Давайте посмотрим. Здесь, в общем-то, один термин надо выбрать. Методы лечения экстравазации токсического средства, холодотерапия. Наверное, и то, и то правильно. Давайте посмотрим, что больше понравилось мне. И пишите в комментариях, если это надо. Так, экстравазация в месте инфузии. Она случилась. Часть препаратов попала под кожу. У нас подкожная вена. Есть какие-то дополнительные данные. Случилась гематома. Плотный отек. Есть уплотнение в месте инфузии. Ой, стоп. Возвращаемся. Возвращаемся. Не туда. Это уплотнение в месте инфузии. Потому что кодировать инфильтрация, мы попали бы в тот же термин нижнего уровня экстравазации. И я выбираю методы лечения экстравазации токсического средства. Все-таки это и то, и то. Ну, холодный компресс все-таки входит в методы лечения экстравазации токсического средства. Это не просто был холодный компресс. Но, наверное, холодный компресс будет вполне... Другое дело, что не указано, что он был холодный. Но местные компрессы, они всегда местные. Так нам досталось. Что я хочу здесь подчеркнуть. Действительно, сначала надо сориентироваться. Это ошибка применения или не ошибка. Попала под вену, и, в общем-то, процедура была сделана... Ну, в большей части нормально было осложнение процедуры. Такое бывает. Это экстравазация. Мы описали местные реакции. И методы лечения, это может быть менее важно при дальнейшем анализе. Ну, наверное, для цитотоксического средства можно использовать методы лечения экстравазации цитотоксического средства. Отражает и так, и так. Местные компрессы. Явление экстравазации. Этот случай попадет в явление экстравазации. Все упомянутые местные термины отходят, входят в СМК. Давайте я посмотрю вопросы или комментарии. Комментарии, если есть. На данный момент я не вижу новых вопросов. Хорошо. Тогда делаем выдох. Так, это в другую сторону. Поехали. Еще одна информация. Опять же, внутривенная инфузия. При установке инфузионной системы с инфузионным фильтром. Вот здесь вот картинка какого-то инфузионного фильтра. Я потом расскажу. Немножко более детально. В инфузионный фильтр попала кровь. И раствор с лекарственным препаратом не проходил через забитый фильтр. После установки нового фильтра в корректное место системы, инфузионной системы, инфузия прошла без особенностей. Это не в пациенте, это все снаружи, это, в общем-то, в капельницу вставляется. Инфузионный фильтр состоит вот из этой вот небольшой камеры. Там есть такой мешочек, который фильтрует более крупные частицы. Обязательно при переливании там каких-то растворов, липидных растворов, еще каких-то есть вариантов, это было лекарственное средство, когда надо было действительно. И новая медсестра просто, наверное, никогда не видела еще чего-то. Это была не первая инфузия у пациента. Вставила фильтр в сторону иголки, которая идет уже в вену, а не там, где вставляется система в баллон с лекарственным средством. Флакон, баллон или как это называется. Фильтров было не очень много, но нашелся. Если бы фильтр не заменили, то инфузию делать было бы нельзя. Без фильтра по инструкции инфузию делать нельзя. В общем-то, вопрос был о наличии запасных расходных материалов для инфузионной системы, то есть медицинского изделия. Давайте сначала ответим себе на вопрос, это была ошибка применения или нет. Ошибки применения, они более широкие. Относятся не только к нежелательным реакциям, но и то, как обращаются с медицинскими изделиями и с лекарственными препаратами, ну, когда уже назначаются конкретному пациенту. Так, намеренно случайно. Первый шаг. Конечно же, случайно. Никто не хотел, просто не знали, не читали, не рассказали, не прочитали инструкцию. Это случайность. Источником был врач. Использование было терапевтическое. Да, препарат показан при введении. Это будет ошибка применения. Теперь давайте выберем тип ошибки применения. Это классификация по типам, чтобы понимать, как кодировать. Начнем снизу. Существует пресеченная ошибка применения, когда... Но она не случилась. Кто-то остановился до вот совершения ошибки, но осознал, что там что-то не так, фильтр плохо размечен, не размечено, куда его вставлять и так далее. Или кто-то был бы старше, сказали, что этот фильтр вставляется туда, ее могло бы не быть. Только в мыслях. Дальше. Случилась ошибка применения, но она не достигла пациента. Это называется пресеченная. То есть вреда не случилось, пациента не достигла. Остановили где-то, возможно, увидели систему, сказали, нет, не туда вставлен фильтр, давай поменяем место фильтра и пойдем колоть ее на пациенту. Бывает ошибка, которая достигла пациента, но не причинила вреда. Это называется ошибка без вреда. А есть та, которая достигла пациента и причинила вред. Вред – это, в общем-то, сообщенные нежелательные реакции. Здесь у нас о сообщенных реакциях не сообщается. Это то же самое. Ошибка с нежелательными реакциями, без вреда, пересеченная ошибка и потенциальная ошибка. В другом порядке. Так, давайте проголосуем. В данном случае ошибка обращения с медицинским изделием. Какая была? Потенциальная, пресеченная, ошибка применения, которая достигла пациента, но без вреда, или ошибка пациента, которая достигла пациента и с вредом. Голосуем. Ошибка пациента была. Достигла она пациента или нет? Причинила вред, не причинила вред? Эти знания помогают, в том числе при поиске терминами драм, потому что для пресеченных потенциальных ошибок есть специфические термины, которые надо добавлять к случившемуся или использовать как единственно возможные термины, отражающие ошибку применения, для корректности анализа и соответствующих действий. Нам это тоже поможет, потому что термины с ошибками применения, они очень многочисленные, сложно воспринимаемые, не так. Ошибка... Не ту комочку нажала. Так, ошибка без вреда. Полностью согласна. С вредом. Не могу не согласиться, что что-то в этом есть, потому что второе перекалывание вены, это, ну, все обошлось, все хорошо, все было сделано, и потеря времени, это тоже вред. Но, с другой стороны, вот не было сообщено о медицинских ошибках. Так. Что еще может помочь в поиске? Давайте мы посмотрим. Применимые концепции ошибок применения. Немножко сужаем наши рассуждалки. После установки нового фильтра в корректное место прошла без особенностей. Нужно помнить, учитывать стадию, на которой произошла ошибка применения. Это была стадия сбора систем, инфузионной системы, то есть подготовка медицинского изделия. Система, собственно, это медицинское изделие устройства, классификация. Ошибка применения достигла пациента, но не причинила вреда. Это самый корректный выбор, который мы сделали. Теперь идем в браузер. И в браузер. Ошибки применения. Давайте мы здесь сложим все. Есть команда свернуть все. наши все предыдущие поиски. Ну, сворачиваем все. А, свернуть ветвь. Свернуть все. Скомандовали. Надо быть подготовленным. Ошибки применения находятся в травмах, интоксикациях, осложнениях процедур. Это инжури-поизонинг. Давайте мы откроем высокие классы и ищем ошибки применения. Если мы будем искать во все медра, у нас уйдет очень много времени. Ошибки в приеме препаратов. Ошибки, проблемы при использовании других продуктов. Неплохо заглянуть, что есть еще. Оффлей применения в ней инструкции. Повышение, занижение дозы и осложнение процедур. Так, большие классы. Пока не будем разбегаться. Ошибки применения продуктов. Здесь не только лекарственные препараты, здесь и медицинские изделия. У нас есть при подготовке продукта. Есть вообще просто при использовании продукта, перепутанный продукт, введение продукта. Введение случилось, но уже позже, когда уже все было хорошо. Так, стоп. Оборота продукта. Приготовление продукта. Вот. Предотвращение ошибки при приготовлении продукта, приготовление продукта с приготовлением продукта. Проблема. У нас ошибка. Вот почему нам надо помнить вот эту классификацию. Ошибка или просто проблема самая первая, когда мы выбирали. Ясно, не ясно. Вот, вот, вот. Просто ошибка подготовки устройства. У нас устройство, медицинское изделие. Это хорошо. Давайте посмотрим. Сборки продукта при подготовке применения. Сложный момент. У нас устройство, здесь просто продукт. Смешивание продукта и прочее, прочее, прочее много. И дальше с вакцинами. Давайте пока возьмем ошибки подготовки продукта. Что стоит проверить? На русском языке продукт, устройство, у нас устройство. Устройство на русском языке может названо и устройство, и изделие. По-английски это просто девайс. Давайте попробуем девайс и сделать и ошибка. Для чего? Чтобы посмотреть, ничего ли мы не пропустили, есть ли лучшее. Девайс и эррор. В некоторых ситуациях, особенно когда идет не тот пациент, неправильный пациент, неправильное лекарство, лучше использовать английское рог. Русский язык дает очень интересные результаты, не совсем релевантные. Так, это потенциальное. Другое медицинское изделие выдано. Неправильное обращение с изделием. Может быть, стоит рассмотреть. Связанное с эксплуатацией изделия, но достаточно общее. Вывод изображений на экран. Ошибка подготовки устройства. Мы ее нашли по поиску по иерархии в ошибках приготовления продукта. Программное обеспечение не годится. Связанное с эксплуатацией изделия. Это похоже на уже открытое. Расчеты дозы при проведении мариторинга медицинского изделия. В принципе, не так уж много. Так, набрали корзинку. И теперь надо голосовать. Еще у нас фильтр забился. Давайте посмотрим, что может быть про фильтр. Мы набираем корзинку. Это фильтр в травмах, интоксикациях и осложнениях процедур. Там, где ошибка применения. У нас здесь перещукнул на английский язык для удобства пользователей. Инжури. инжури. Так. Теперь мы переходим на русский и вставляем слово фильтр. Фильтр. И посмотрим, что нам скажет. Так. Стоп. Травма, интоксикация, осложнение процедур. Вот, гораздо лучше. 8 терминов. Потому что по всей медра искать термины с фильтром. Введение препарата без фильтра. Нет. Не вводили препарат без фильтра. Инфильтрация вместе инфузии. Нет, нет, нет. Нет. Только введение препарата без фильтра. Нам это не годится. Побегали по ошибкам применения. Возвращаемся в голосование и в... Пока на экран смотрим. Ошибка подготовки устройства. Ошибка приготовления продукта. Есть еще ошибка вследствие неправильного обращения с изделием. Неправильная методика в процессе использования устройства. Тоже может быть. Что вам больше нравится? Переходим к голосованию. Сейчас мы активируем. Ой, стоп. Стоп, стоп, стоп. Не туда уехали. Так. Коллеги, я очень извиняюсь, что-то случилось. Я вчера сделала все слайды. Ладно, тогда возвращаемся в... Тогда, ну... что-то не сохранилось. Мой выбор. Ошибка подготовки устройства. Ошибка приготовления продукта. Наверное, любой из терминов, который был на предшествующем слайде, в общем-то, попадет в ошибки применения. И где-то будет правильно. Но у нас была ошибка на стадии. На стадии приготовления, сборки системы, которая является медицинским изделием. То есть, сопоставив выборы по ошибкам, по стадиям ошибки и которые содержат Medical Device, изделия, устройства по-русски, мне больше понравилась ошибка подготовки приготовления продукта. Так. Хорошо, что все обошлось без особого вреда, кроме потери времени. Давайте я посмотрю ваши комментарии. Пока комментариев новых комментариев нет. Тогда идем дальше. Идем дальше. У нас еще есть 10 минут. Я думаю, один мы точно успеем сделать. Там легче пошло. Вестибулит. Получено в составе сообщений после применения капель в нос. Это было очень важно. С одной стороны, очень просто. Вестибулит один термин. Ну, сложный и несложный. Давайте сразу пойдем в браузер. Стоп. Идем в браузер и очищаем все поставленные ранее фильтры и вводим вестибулит. Пока на русском. Есть два слова просто вестибулит и вульварный вестибулит. Просто вестибулит находится в инфекциях и инвазиях. А вторичное закрепление общей расстройства нарушения вестибулит. А вульварный вестибулит относится к нарушениям со стороны репродуктивной системы. В общем-то, это вульвид. Но после такого надо сходить в библиотеку. поскольку, чтобы понимать, где находится может находиться вестибулит. Вестибулит это преддверие. Тоже надо знать. Вот в носу тоже есть преддверие полости носа. И, строго говоря, как преддверие, он может использоваться в медра. Так и есть. Дальше вестибулит синоним лабиринтит. Ну, вестибулярный неврит еще называют. И вестибулит не очень часто, но есть в гинекологии. Это самое преддверие влагалища. То есть преддверие вестибулит. Что еще мы можем сделать? Как бы выйти, поскольку получены капали в нос, наверное, все-таки это где-то рядом. Давайте попробуем посмотреть, что по английскому языку. Потому что по слову преддверие искать еще почему-то можно. можно, но может быть долго. Посмотрим вестибулит. Вестибулитис вполне латинская вещь. Ищем. Так, точное совпадение вестибулит, но это уже больше, чем два. Хорошо. Есть вестибулярные нарушения в виде инфекционного процесса в лабиринтите. Ура, уже хорошо. По-русски называются вестибулярные нарушения в результате инфекционного процесса. В общем, ни слова преддверия ничего нету. Воспаление преддверия носа. Ура! Назал вестибулит, инфекция преддверия носа. Все может быть. И есть вульварный вестибулит. Это уже гораздо лучше. Когда мы поискали по-английски тот же вестибулит. Возвращаемся в презентацию. Ну и наверное мы здесь не будем голосовать по совпадению когда нужна в случае дополнительная информация. У нас были капли в нос которые мы сегодня уже рассматривали в другом случае. Все-таки это вестибулитом инфекция преддверия носа вряд ли будет называться по-русски. Потому что это как-то сложновато. Это медицинский термин. Мы должны выбрать то что относится к лабиринтиту. Вестибулярные нарушения в результате инфекционного процесса лабиринтит. Если уже совсем мы просто кодируем просто-просто не зная ни места ни термин надо выбрать вестибулит. Если нет никаких дополнительных данных в таком сообщении. Так коллеги давайте я посмотрю вопросы. У нас есть еще пять минут и у нас есть еще один не очень большой термин. Тогда мы его если нет посмотрим вопросы сначала дальше посмотрим как быть. Нет новых вопросов нет. Тогда идем дальше. Термины у нас есть. Ущемление кишечников пупочной грыжи с развитием ишемии. С одной стороны просто но идем дальше. В общем-то любые диагнозы стоит рассмотреть свое понимание что ты понимаешь все. Пупочная грыжа ущемления ишемия. Вот это на этом не очень может быть не не на очень красивом рисунке возвращаемся где моя мышка где моя мышка мышка уехала есть несколько типов грыж есть вот это нарисовано здесь ущемляются петли кишечника ишемия часть стенки кишечника ушемеется опять некроз стенки наверное ишемия в том числе есть перитонит и ущемление брыжейки кишки которая тоже приводит к ишемии кишечника то есть ишемия есть всегда идем браузер идем браузер остаемся на русском языке все на русском так ставим русский и вводим корни слов грыжа ущемленная не ущемленная разные вещи грыжа и она у нас пупочная три основы ищем ущемленная пупочная грыжа около пупочная грыжа полное совпадение ущемленная пупочная грыжа давайте рассмотрим это термин нижнего уровня и термин высокого и предпочтительный термин совпадаем первично закреплена за желудочно-кишечными нарушениями а вторично за нарушениями сердечно-сосудистых в сердечно-сосудистой системе давайте посмотрим у нас есть ишемия это сердечно-сосудистые нарушения вот здесь две системы и иерархия по ветке нарушение со стороны сосудов ущемленная пупочная грыжа находится в инфарктах ишемических состояниях и сосудистых недостаточностях давайте посмотрим что там находится мы нажали где просматривать по вторичному закреплению ущемленной пупочной грыжи только два и рядом ишемия селезенки гангрен точного тонкого кишечника инфаркт поджелудочной железы недостаточных брыжечных сосудов все ишемические нарушения находятся рядом нарушениях со стороны сосудов так давайте проголосуем мы будем кодировать ишемия кишечника или просто ущемленная пупочная грыжа без ишемии кишечника включаем голосовалку по первичному системно-органному классу термин закреплен в нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта а по вторичному в ишемических нарушениях сосудистых нарушениях ну в области давайте посмотрим у нас тут один проголосовал ущемленная грыжа ишемия кишечника ну смотрите возвращаемся ущемленная пупочная грыжа полностью адекватно отражает сообщенную информацию развитие ишемии оно внедрено в этот термин можно не кодировать ишемию кишечника это уже как диагноз диагноз и симптомы плюс не бывает ущемленной грыжи без ишемии соответственно термин ущемленная закреплен за двумя системно-органными классами для чего я этот пример поставила на наш вебинар иногда очень уместно просмотреть многоосные связи термина чтобы не было дублирующего подсчета случая который закреплен в двух разных системах при анализах двух разных анализах он будет только по многоосным связям закреплен за двумя системами и будет высвечиваться в двух разных анализах в ишемических состояниях и патологии желудочно-кишечного тракта коллеги я все мы все сегодня просмотрели давайте я посмотрю вопросы не работает голосование ой ой жалко ой жалко извините я не смогла не смогла вовремя просмотреть к сожалению это случилось надеюсь это вопрос связи спасибо что вытерпели это спасибо огромное за участие я здесь покажу где у нас будет опубликована запись вебинара при ее хорошем техническом качестве мы идем в тренинговые материалы это вот здесь вот закладка тренинги тренинговые материалы открывается по закладкам у нас сейчас кодирование и дальше вот здесь в кодировании есть выход на записи на ютуб канал в кодировании потом внутри будет на ютуб канал если вы на видеоинструкции нажмете кроме инструкции как что сделать в медра фундаментал основа медра есть уже русскоязычные два модуля это очень простые базовые сведения многоосности и так далее и так далее и так далее все спасибо за участие присоединяйтесь к нам присоединяйтесь к следующему вебинару спасибо за участие еще раз Лианда hello we completed our webinar thank you Elena I always love listening to the 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 webinar thank you very much we did have a question earlier on I'm assuming you've had a look at the web the questions yes yes excellent that's fantastic so that's great yes yes I will answer one more question it's it's a subsequent question of the last thank you very much коллеги я отвечу на последний вопрос по email спасибо большое до свидания goodbye have a nice day хорошего дня goodbye everyone thank you I'll end the webinar